Люди 40 лет могут грешить, а потом раз покаяться и надеяться на рай. А боксеры могут выиграть 40 боев, но провести один неудачный вечер, который поставит на них клеймо. Приветствую вас, сибирские кактусы! С вами Федорович. А в этом видео мы посмотрим на моменты, когда профи-боксеры показывали в ринге такие чудеса, от которых все диванные эксперты были в шоке. А вы тоже, когда смотрите бокс по телевизору, всегда лучше знаете, как нужно драться пацанам в ринге. Бывают семьи, в которых по утрам зарядкой занимается только мобильный. А бывают боксеры, которые дерутся только ради всеобщей славы на потеху зрителей. Все мы знаем и видели бойцов, которые во время боя опускают руки и специально дают себя ударить, показывая таким образом свое превосходство, заставляя публику пищать от радости. Такими были и принц, и майорга, но иногда такие понты чреваты последствиями. В 2004 году Нейт Кэмпбелл, который в будущем завладеет поясами WBA, IBF и WBO, встретился в ринге с Робби Пиденом. В равном бою Кэмпбелл, наверное, вдруг вспомнил фильм «Терминатор» и просто опустил руки, глядя свысока на Робби. Но тот не растерялся и наказал пацана, который шел к успеху, левым сбоку, отправив в нокаут. Такое поведение Нейта на таком уровне не мог понять никто. Но, возможно, именно это поражение дало ему заряд на будущее чемпионство. Дэвид Хэй. Веселый парень, которого все мы знаем за напор и агрессию в ринге, а также за готовность драться с любым соперником. Ведь его мощные удары в сериях мало какая чугунная голова могла выдержать. Но после победы над Валуевым, а потом над Руисом, ему бросил вызов олимпийский чемпион в тяжелом весе Одли Харрисон. Харрисон много рассказывал о том, что полностью переиграет Хэя, и тот познает мощь его кулаков. К этому поединку было приковано много внимания, а сам бой транслировался по пей-пер-вью, то есть за просмотр фанам нужно было заплатить. Но есть люди, которые сказали, как отрезали, а есть такие, как Отли, которые сказали, как отпилили. За три раунда боя Харрисон ни разу не попал по Хэю. Мужик дрался, как подснежник, пришедший на первую тренировку в зал бокса, которого поставили в спарринг с мастером спорта. Все фаны и пресса обрушили на Одли кучу критики, и неудивительно, ведь деньги можно было потратить куда интереснее. Легендарный поединок между Ридиком Боу и Анджием Галоттой состоялся 11 июля 1996 года на Мэдисон Сквергарден. Ридик Боу – один из топовых тяжеловесов своего времени, который всегда дрался в ринге насмерть, да и на взвешивании тоже. Анджием Галоту считали польским мясником с уличным боксом, который отсутствие техники всегда может компенсировать грязными приемами. Перед этим поединком Боу провел тяжелейший бой против Эвандера Холлифилда, который выиграл, поэтому был истощен эмоционально. Хотя все были уверены, что он восстановился и должен просто порвать поляка, ведь ставки на Ридика были 12 к 1, несмотря на то, что Галота выходил в ринг непобежденным. Для всех стало огромным сюрпризом то, что с первых секунд Галота начал давить и перебивать Боу, осыпая того жесточайшими ударами. Но уже во втором раунде Анджай получает предупреждение от рефери за низкие удары. В третьем раунде поляк снова проверяет американские яйца на крепость, а в четвертом таки добивается своей цели и одно точно разбивает, за что ему снимают очко. После этого Галота продолжил избивать Боу, но для всех зрителей и тренерского штаба поляка было огромной загадкой, зачем он бьет в пах, если полностью побеждает по ходу боя. Но видать после попойки перед боем, белочка в башке Галоты совсем потеряла берега и страстно хотела уничтожить орешки Ридика. Поляк с упорством продолжал отбивать пах американца, пока его не дисквалифицировали в седьмом раунде. После чего в ринге началась настоящая бойня, в которой ранили 8 полицейских, а 10 человек было арестовано. Но знаете, что самое смешное? Что в реванше между этими тиграми через полгода, 14 декабря 1996 года, все было точно под копирку. Только в этот раз Галоту дисквалифицировали в девятом раунде. Вот теперь и думайте, стоит ли ссориться с белкой в голове. 18 сентября 1999 года долгожданный бой между двумя супер-боксерами за два пояса. Оскар Делла Хоя в восьмой раз защищал свой пояс WBC, а Феликс Тринидад в пятнадцатый раз защищал свой пояс IBF. Миллионы зрителей с затаившим дыханием ждали этого боя. Несмотря на то, что сытого угощать тяжело, даже самые искушенные эксперты ожидали войну и мега зрелище в ринге. Но человек предполагает, а боксер располагает. Половину боя Делла Хоя полностью переигрывал Тринидада, не давая ему никаких шансов. Он четко попадал и защищался от ответных ударов. И многие уже было начали сетовать на Феликса. Но с экватора поединка в ринге начало твориться что-то необъяснимое. Оскар начал просто убегать от Тринидада, пытаясь уходить от всех ударов, не нанося удары в ответ. Ни зрители, ни комментаторы, ни эксперты не могли понять, что происходит. Поединок развернулся на 180 градусов. Теперь Феликс давил и попадал, а Оскар ничего не делал. В общем, по финальному гонгу оба подняли руки в надежде на победу. Но раздельным решением судей победил Феликс Тринидад. После боя в интервью Делла Хоя сказал, что это была его тактика, но он слегка ошибся. Он даже вызвал Тринидада на реванш. Но после боя бинты не мотают. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, от какого боя в шоке были вы. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи, вы можете став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Также подпишитесь по ссылке на телеграм-группу Движуха с Федоровичем, куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok